Мы начинаем цикл лекций, посвященный антиутопии. Но прежде чем мы разберемся, что такое антиутопия, мы должны разобраться, а что ж такое утопия. Это слово придумал Томас Мор. В переводе с греческого это слово означает «место которого нет». А у Томаса Мора были предшественники. И мы с вами выясним, что понятие утопии впервые появляется еще в IV веке до н.э. Благодаря великому греческому философу Платону. Именно тогда, в IV веке до н.э. он написал первое утопическое произведение под названием «Государство». Что же это там сказано? А дальше мы посмотрим. А в Средневековье было утопическое мышление? Было. Это блаженный Августин, град Божий. А в эпоху Возрождения было еще как? Потому что вся эпоха Возрождения – это реверс, это возвращение к Платону. А в XIX веке было? Было. Это Маркс, это Чернышевский, это еще и в XVIII веке. Сен-Симон, XIX Оуэн и так далее, как писал об этом Ленин. А утопия – это что-то противоречащее человеческой природе или нет? Нет, не противоречащее. Если Платон выгонял художников из своего идеального государства, то художники, особенно в эпоху барокко, будут создавать утопическую картину мира. Это так называемая поэтическая утопия, места которого нет, потому что оно расположено в нашем художественном восприятии. И таким образом поэты эпохи барокко как бы пристыдят самого Платона, который выгонит всех художников из своего идеального государства. И они в этом невидимом споре с Платоном скажут, мы тоже создаем свою утопию. Мы создаем свою поэтическую утопию, которая на самом деле намного человечнее, намного глубже, чем ваши схоластические социальные построения, господин философ. Вот об этом мы и поговорим с вами. Продолжение следует...